Отца нашего Иоанна Блатоуста к стадерию подвижнику. Слово третье. Продолжение. «По всему, если угодно, упустим Илья, который оскорбил Бога нечестием детей, или, вернее, сказать, своей обеспечностью. Он был наказан не за то, что имел порочных детей, но за то, что щадил их больше надлежащего и не наказывал за нарушение законов Божьих. Сознавая это и сам, он после сильной угрозы Божией говорил, «Господь, что ему угодно, кто досотворит». 1 Царств 3.18. Итак, оставив его, перейдем к Самуилу, который с детства воспитывался в храме, всегда отличался благочестием пред Богом, и с раннего возраста оказался столь добродетельным, что не успел еще возмужать, был причислен к гимным пророкам. И при том, в такое время, когда студило пророчество. В те дни, говорится в Писании, видения были нечасты, слово Господне было редко. 1 Царств 3.1. Этот Самуил, рожденный после многих слез, был прежде всего печально смущен, как признательный любящий ученик, видя своего учителя пораженным бедственную смертью. А потом он должен был постоянно плакивать о несчастье иудеев. Сыногиа же его нечестивые, злые, крайне преданные порокам, опечалили его как свою жизнь, так и тем, что не могли наследовать дарованные ему чести. Из этой печали последовало, или лучше сказать, не последовало, так как она не прекращалась, но к ней присоединилось еще беззаконное требование израильтян. Причем Самуил так упал духом, что нуждался в великом утешении. Послушай, что говорит ему Бог. «Не тебя не отвергли, но отвергли меня». 1 Царств 8.7. Впрочем, и после этого Самуил так заботился о них, что говорил к ним. «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». 1 Царств 12.23. Поэтому, когда он видел и столь им, любимых, бедствующими, поражаемых на войнах, прогневляющими Богом, мог ли он чувствовать какое-либо удовольствие? Мог ли когда-нибудь оставаться без печали и слез? А когда он поставил царем Саула, то опять последовали для него скорби непрерывно одна за другую. Так, когда Саул принес жертву вопреки воле Божией, когда он, победив Амеликитян, пощадил царя и к вопреки повелению, Самуил был так поражен душой, что более не видел этого человека. Но с того времени, до последнего дня, сетовал, плакал о нем, хотя и укоряем был за чрезмерную скорбь. Бог говорил ему, «Да коли будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг». 1 Царств 16.1. Если же он плакал при этих событиях, то что было с ним, когда Саул избил столько священников напрасно и без вины? Когда в другой раз пошел он мертвить своего благодетеля, который не сделал ему никакого зла? Когда он увидел Саула нового, пророчествующим и лежащим на земле? Когда слушал многочисленные сетывания и жалобы Давида на Саула? Вспомнив о Давиде, я не знаю, что мне делать, изложить ли теперь продолжительные сетывания его, описанные в салмах, или предоставить тебе прочитать их на досуге, саму рассказать о его несчастье. Так Давид потерпел много бедствий, когда пас сада, отражая нападение непостоянной стихии диких зверей. Первое видно из того, что говорил Иаков, а последнее из того, что сам он говорил Саулу о льве и медведице. Когда же он, рано оставив эту жизнь, приступил к делам военным, опуская зависть братьев, хотя и она была для него весьма тягостная, и, доступив к единоборству, одержал блистательную и чудную победу, то в облагодетельствованном Сауле нашел себе врага сильнее, и не изложенного Голиафа. Потому что Саул неоткрыто вооружился против него, но приняв вид друга, и притворившись почитателем и попечителем его, поступал с ним враждебно. А как прискорбно за добро получать зло? О том, послушай блаженного пророка, который постоянно плакал, сетовал и говорил. Должно ли его сдавать злом за добро? Иеремия 18.20 «Даже без всякой другой неприятности, одно то причиняет великую скорбь военачальнику, что он находится в подозрении у царя, который смотрит на него с неудовольствием. Что я говорю военачальнику у царя? Нам неприятно, если и слуги так относятся к нам, когда же при том строится поздний против жизни ненавидимого, то какая жизнь может быть горестнее этого?» Когда Давид все переносил и терпел, жил вместе с тем, кто замышлял убить его, участвовал в его войнах. Когда же он удалился и устранился от войны, то хотя самоудаление и обнаружение вражды Сауловой посодействовало несколько безопасности Давида, но так как он должен был с четырьмя стами мужей защищаться против многочисленного Саулового войска, то трепетал более чем прежде. Подумай, в каком он был положении, когда не имел ни города, ни крепости, ни союзников, ни доходов, и должен был воевать с тем, который имел все это? Между тем, как сам он не мог, кроме пустыни и пещер, найти место, куда бы убежать, взяв город, так называемый Кииль, он тотчас вышел из него, когда священник сказал, что Бог не избавит его из рук Саула, если он останется там. А этот священник был тот самый, который избежал рук Саула и возвестил Давиду о бывшем, но в печальном происшествии. Причем Давид произнес прискорбные слова «Я виновен во всех душах дома Отца Твоего» 1 Отцарс 22.22 Таким образом, этот священник, постоянно находясь с Давидом, служил только напоминованием о том печальном событии. Взирая на него, Давид постоянно вспоминал о погибели священников, а вспоминая об этой погибели и обвиняя самого себя в этом избиении, он жил бедственнее всякого приговоренного казни. Если бы и ничто другое не тревожило его, то одной мыслью, что он сам был виновником избиения столь многих священников, достаточно было для того, чтобы уязвлять и сокрушать душу его. Между тем, он, сокрушаясь эту мыслью, которая ночью и днем хуже червя терзала душа, получала еще потом и другие раны непрерывно одну за другую. Тогда, когда Навал оскорбил его в лице и его слух, и назвал его беглецом, изгнанником, неблагодарным рабом, он не без скорби перенес такие слова. Так же, когда пришедший к Ханкусу, он притворялся безумным, падал на землю, искажал свое лицо и спускал из уст своих многопены, он более действительно бесноватых терзался мысль о том, до какой крайности довел его Саул, столь облагодетельствованный им. Когда же Давид несколько отдохнул, живя на племенников, то должен был идти воевать с их врагами. Но военачальники, завидуя ему и желая клеветать его при царе, удалили его из войска, как бы человека бесполезного, коварного и вероломного. Мы зингодовали, говорится в Писании, на него князья филистимские. И сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделал сопротивником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как ни головами сих мужей?» 1 Царств 29.4 Давид, пораженный этими словами, удалился с великим огорчением и унынием. Но, прибывший домой, он нашел столько бедствий, что едва не умер от печали. Случившиеся тогда бедствия могли бы омрачить его душу, если бы даже были им предусмотрены. А так как они случились нечаянно и неожиданно, то казались двое более тяжкими и были уже невыносимы. Он отправился домой, чтобы отдохнуть и найти облегчение прежней скорби своих детях и женах. Но, прибывший, внезапно услышал, что он в неволе у врагов и увидел огонь и дым и кровь мертвецов. И прежде, нежели он оплакал убитых и окончил сетование плененных, на него напали свирепие зверей жители города. И каждый из них хотел найти облегчение своих горести в его смерти. Как при столкновении на море противных ветров от их борьбы происходит великое свирепое буря, так и тогда уныние и страх терзали душу праведника, в которой происходило великое волнение и смущение от этих чувствований, непрерывно то преодолевающих, то преодолеваемых одно другим. Когда же он избавился от этих бедствий, возвратил жены всех пленных, то прежде, нежели насладился этой победой, опять был поражен горестной вестью о смерти Иоаннафана, которая так поразила душу его, как можно видеть из его плача. «Любовь твоя была для меня, — говорил он, — превыше любви женской». Второе царство, 1.26 «Что я говорю об этом плаче? Тот, кто сколько плакал об отце Иоаннафана, о своем враге и зложелателе, тысячекратно искавшими его погибели, что мог чувствовать, когда узнал, что разделявшие с ним опасности, многократно избавлявшие его от козни отца, участвовавшие в его тайнах, и заключавшие с ним много договоров, что этот человек лишился жизни в то время, когда Давид мог воздать ему должное за прежнее благодеяние». Продолжение следует.